здравствуйте сергей благодарю вас за то что откликнулись я случайно увидела ролик сергеем карьевым и после этого просмотрела их очень много с разными собеседниками нет конечно это было не случайно мне почти 62 года но прожив такую долгую жизнь я только несколько месяцев назад не то чтобы проснулась а скорее начала просыпаться все как будто в тумане но мир сквозь этот туман проглядывает рукой конечно я понимаю это не мир другой а я становлюсь другая просто я начинаю его видеть началось с того что я вдруг перестала смотреть телевизор листаю каналы и не могу ни на чем остановиться везде одна мерзость что новостные что кино программы шоу везде все пластмассовое неживое и самое главное навязчиво как будто бы клеем намазанное слава богу я никогда не увлекалась любовными романами и сериальные каналы тоже сразу отвергала я подумала может быть я схожу с ума потом дело дошло до электронной книги десятки книг а почитать нечего какая-то фантастика мистика фэнтези только игры престолов и сумерки чего стоит я не понимала как можно было это читать эту стопроцентную мерзость накачала достоевского толстого шукшина русскую поэзию и немножко отдохнула душой потом пришло время слез во первых я не ожидала что способна так много плакать сначала изо всех сил старалась подавить эмоции было даже стыдно перед самой собой взрослая баба не особо чувствительная и вдруг криву не могу остановиться сначала подумала что эта старость так наваливается говорят старики сентиментальные и плаксивы но потом эту мысль отбросила слезы были невыносимо горькие от одной мысли про то что я натворила в своей так называемой жизни у меня будто душа вырывалась из груди со страшной болью в голове была только одна мысль господи прости меня но потом когда я успокаивалась становилось почему-то легко я тогда не думала что это правильно не понимала что это было и раскаяние я ни о чем тогда не думала так была поражена своим состоянием я медленно как будто брела в какой жижи болоте через какое-то сопротивление начала смотреть по сторонам искать объяснения а потом ютубе наткнулась на ролики разного типа запоем читала и смотрела все подряд можете представить чего я только не начиталась и не насмотрелась всякие религии течение безумные теории лезли в голову и стучали в душу но каждый раз радостно думая что нашла наступал момент понимания что не мое душа не принимает а вот православие если попадалась информация как будто согревала ложилась на душу начала смотреть слушать проповеди православных священников рассказы святых и старцев смотрела канал спас но недолго телевизор смотреть не могу одно только обилие рекламы вызывает отвращение потом прочитала не святые святые и все потихоньку медленно стало на свое место я поняла вот это мое а когда начала читать библию начала молиться поняла что я изменилась а когда открылась родным не всем увидела их недоумение не совсем приятную реакцию и оказалось что мне это практически не важно поняла что возврат назад не будет мои родные хорошие люди добрые умные трудолюбивые не отрицают бога даже пару раз в год ходит церковь там куличи посвятить свеченной воды набрать заодно свечки поставить я этого не делала но теперь я понимаю это к вере не имеет отношения это мирские дела а вот мама верующая пока была здорово у нее деменция ходила в церковь исповедовалась причащалась и молилась за нас может это ее молитвами все что произошло со мной ведь она просила христа помиловать нас и еще я начала вспоминать свою жизнь и вдруг обнаружила что там кроме страшных грехов были настоящие чудеса и я понимаю что они были от бога христос не раз спасал мою жизнь только я этого не понимала не видела была слепая глухая и безумная родила в темноте я пока не имею права сказать что я верующая православная христианка ведь я еще не была в церкви не исповедовался не причащалась но я точно знаю что я на этом пути и никогда с него не сверну конечно понимая что иду медленно могу не успеть но я молюсь каждый день чтобы господь помог мне в этом а теперь то зачем я к вам постучалась видимо я не очень умна чтобы самой разобраться и понять что делать а может это невозможно и не каждому дано только может быть самые лучшие а я одна из самых хуже грешных людей перед богом я очень уважаю люблю вас и это действительно так хотя мы лично не знакомы мне близко и понятно почти каждое ваше суждение ваше отношение к людям и к себе и главное ваша вера и любовь к богу вы вдохновляете людей своей жизни для таких как я терпите и трудитесь даете шанс понять что такое правильная жизнь таких как я взрослых собеседников я увидела вас мало мне стыдно что я очнулась так поздно но вы добрый человек и знаю не будете меня осуждать я не понимаю почему не иду в храм я один раз ходила месяца два назад там как раз было телевидение что-то снимали зашли почти к алтарю вокруг толпились люди человек двадцать в другом конце зала в одиночестве сидел какой-то батюшка я не разбираюсь чинах я хотела к нему подойти но он был какой-то грустный не смотрел на людей и я не подошла потом пошла в так называемый нижний храм с другой стороны там была лавка я купила молитва слов и пошла домой конечно я видела всякие ролики о том что церковь уже не та что священники уже не те всякие пророчества предупреждения о пасторах и начертаниях но по большому счету мне было достаточно в самом начале откровения и пророчества святых я не знаю как мне быть просто встать и пойти в храм несмотря ни на что исповедаться причаститься и ходить в церковь не к людям каковыми являются священники а господу мне нужен ответ ваша поддержка или объяснение почему я не должна туда идти моему слабому уму не дается ответ может быть я мало молюсь может не прошу господа со всей искренностью и простотой сердца подсказать и направить я не знаю простите за длинное письмо но она искренне и залита слезами я просто боялась в личном разговоре запутаться начать объясняться сумбурно а не просто и связано прошу вас найдите для меня минутку и напишите пару слов как мне быть пусть спасет и сохранит вас христос ну вот у меня один вопрос я пока в церковь не могу пойти что что с этим делать я не знаю так то в общем то потихонечку все становится понятно я читаю много ну молюсь не знаю как-то приоритеты наверное уже расставила для себя у вас крещение крестили вас да я в младенчестве была крещена во всяком случае мама так говорила и ну там тоже была такая ситуация дело в том что мои родители познакомились на целине комсомольцы когда вот 50-х конце 50-х годов поехали целину поднимать комсомольский поселок и я очень когда родилась я очень сильно болела младенчестве несколько раз было двухстороннее воспаление легких до года и потом случился случилось такое что как мама рассказывать я естественно не знаю даже хорошо это слишком не помню она сейчас уже не может рассказать потому что она ничего не помнит но мама сказала что я умерла посинела и не дышала и вот опять наверное божий промысел что недалеко чуть ли не через дорогу жил врач мама говорит совсем молодой мальчишка только после института и вот он отец меня схватил побежал к нему и он меня как-то откачал не знаю что он там делал может но не знаю тогда это называлось может и сейчас родимчик что-то такое сейчас уже в медицине нашла объяснение этим всем делам но вот такое было мама говорит я вся посинела не дышал не дышал понятно это ладно окрещение когда был и вот после этого где они нашли батюшку и комсомольском поселке я не знаю может поехали куда-то это было в казахстане и мама говорит может сам кто сами крестили и это тоже сами нельзя сам не знаю я сейчас она уже ничего не может рассказать но у меня были и крестная мать и крестный отец мне было шесть лет когда мы на украину переехали если человек не уверен что он крещен ему нужно обязательно крещение и в вашем случае я вот так чувствую что может быть от господа что вы не крещенный человек и это я если я крещена ну не знаю может даже неправильно то и вреда не принесет если я покрещу с чего не крещеный не войдет царствие небесное нужно креститься от воды и духа крещение переводе с греческого погружения то есть это троекратное погружение в воду не то что там вас чтобы веничком обмакнули вот вам нужно будет найти такого священника сейчас я думаю а вы где живете в каком городе я живу в тюмени начинайте все с крещения что нам будет евангелие иисус когда пришел в народ он будет покайтесь ибо приблизилась царство небесное покайтесь и веруйте в евангелие написанному в евангелии уверуйте и да крестится из вас каждый для прощения грехов понимаете последовательность какая если вы имеете веру сейчас то есть вы уже раз шагнули на первую ступень теперь вторая ступень крещения для омытия грехов то есть вы получаете крещение во время крещения господь смывает все грехи с вас вот которые были за всю жизнь с вас они смываются и вы получаете в дар святого духа понимаете то есть сейчас у вас такое с богом произошла встреча можно так сказать сегодня человеком говоришь а он как бы ну евангелие да евангелие от бога все эти но это не проникает в сердце это и не ложится человеку господь говорит слепые и глухие вот человек вроде видит и слышит они не разумеет надо твердо понять что это одна книга в жизни человека через который мой может спасти свою жизнь и у нас виды царствие можно божьей вечности с господом все другого пути нет у нас я согласна я читаю и не могу начитаться в евангелие постоянно считает считаете даст только толковать нужно разумение тоже чтобы читать и понимать что написано там конечно я тут сейчас скачала блаженного феофилакта болгарского и вот стараюсь каждая буквально каждое выражение каждое слово как то чтобы все было понятно ну во всяком случае я стараюсь и мне это очень нравится а другого нет у нас пути никакого как это может быть не нравится это это приятно что значит приятно должно стать это то есть мы принимаем это даже как бы она всю нашу не то что плоть весь ум и всю нашу душу должно заполнить вот это знание то есть все знания которые имели там я не знаю за всю жизнь нашу да вот все это выбросить просто отказаться от этого господи я всего отвергаюсь то есть у вас видите я сам крестился но мне полным погружением нельзя да меня младенчестве тоже крестили как непонятно как это же понимаете это полное обновление то есть отказ во время крещения человек говорит такие слова отречения от мира отречения от сатаны сегодня крестит допустим детей да ну конечно это в православии нормально и оправданно это все это крестить должен 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 только в семье в такой полноценный полноценных верующих не просто там каких-то по названию верующих да а настоящие верующие если же происходит не такое то она крещение это не меняется младенцу конечно он вырастает и совершенно неверующим все это пустое вот поэтому вы получите настоящее крещение понимаете мне даже в голову это не приходило понимаете а теперь какие мои родители были они мама сирота отец тоже там все комсомольцы никакой они никакой вере тут речь не шла видимо кто-то бабушка рядом с нами там жила и вот может она подсказала водитель ребенка покрестить и что он у вас вот такой немощный да ну это я не знаю доверять тоже может быть мама как ты вот она позабыла может что-то как-то неправильно сказал спасибо благодарю я я просто мне в голову это не приходило хотя я читала крещение даже было сожаление о том что вот я не могу взрослой покреститься представляете у меня было так не то чтобы сожаление но как какая-то такая мысль залетно что оказывается вот по поводу того что сейчас православие не такое там священники не такие конечно все очень невесело происходит сейчас надо господа молить и вот чтобы господь показал людей верующих понимаете все упирается веру сегодня очень много таких священников которые но они сами не верующие и пасла такую же собирают и как бы воспитывают вот такой вере можно сказать холостой она она ни к чему не приведет вот они ходят как на работу вот ездит по по там требам по каким-то кого-то креста знаете кого-то собору этот болезни от всяких а все это пустое господь там не действует поэтому если помолитесь господь укажет первую очередь он таким должен быть нестижательным до отношения мира у него во первых борода у него должна быть нестиженная сразу на это обращайте внимание как крестится священник смотрите то есть крик крестные знамени должен накладывать на лоб на живот на правое и на левое плечо то есть больше девяносто девять процентов священник понявы как крестится то есть накладывать на себе там непонятные непонятными движениями во время беседы вы услышите о чем на что больше давит он в разговоре то есть если священник верующий любящий господа он будет больше говорить о христе о спасении ну господь через сердце подскажет ну что ж но вопросов практически и нет это был главный вопрос о церкви получается нужно креститься я я говорю мне в голову я это очень рада этого знать господь так откроет да я сам не знал благодарите за это господа я конечно молюсь и надо сказать что вот со мной недавно было но я не знаю это чудо не чудо может какое-то совпадение но что-то я последнее время слова совпадениями вообще не нравится рассказать есть вас конечно у нас вообще тюмень очень хороший город очень благополучно я переехала сюда из нефтьюгазка когда вышла на пенсию вот и называют город пенсионер здесь очень хорошо заботиться не говоря уже о том что везде во всяких и и и и скидки везде во всех магазинах и не та же филармония театра везде пенсионеры как бы идут чуть ли не пятидесятипроцентные ну и самое главное это медицина конечно ежегодно звонят домой и предлагают пройти диспансеризацию ну и вот к чему пришло как бы я назначили мне мамолога я пошла сделала рентген и там оказалось что-то какое-то сложное они там написали что-то какие-то фиброзно кистозно какие-то образование короче идите на узи и мне конечно было я не могу сказать что я прям боюсь как то но все равно было очень неприятно не хотелось наверное наверное еще не совсем пришла к тому что человек посылал господь посылает человеку и болезни и это все испытание это все благо и тем не менее я когда пошла на узи легла и сразу начала молиться даже не знаю почему вот иисус ему молит и и молюсь 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 потом глаза закрыла этот парень который смотрел он что-то слышал ничего не могу понять и так повернул мне со всех сторон потом говорит я ничего не могу понять ничего нет все чисто где они там что нашли я сама так как-то удивилась говорю точно он говорит точно я перепроверил ничего нет все абсолютно чисто ну вот что это чудо а я молилась и вы не представляете как искренно я молилась господь он милостив ко всей твари уже милостивой да даже ко мне я получил то что я хотела я смотрю ваши ролики дай вам бог здоровья но здоровья конечно слово наверное терпение вот это хорошо да и и я молюсь всем нам в облегченном терпении осталось недолго всего мне кажется что эта жизнь она продлится там неизвестно сколько она заканчивается буквально какую-то минуту я это понимаю и раньше я никогда не думала о смерти я не боялась не думала удивлялась своим подругам которые вдруг начинали говорить неужели мы умрем все будет а нас не будет и так далее мне было это как-то я была вообще дубит короче называется без человек это бестолку живет просто живет я ведь и и все хорошие я сама неплохая никогда не была злая никогда не была какая-то там стерва работала ну вот вот какое-то существо такое непонятное и вдруг я начала думать о смерти вот вот уже последние несколько месяцев я думаю об этом потому что я понимаю что я не умру как не думать об этом если это вот человек люди любят думать о рождении да о рождении новых людей о рождении детей да вот уже девочки там она с самого там с трех лет у меня будут дети там вот я такая-то вот у меня а о смерти человек не думает но это по крайней мере это и сегодня такое раньше-то люди из детства понимали они имели страх божий воспитывались в этом людей воспитывали в том что в том что они умрут люди как-то к похоронам были спокойны да у меня даже вот фотографии есть хоронят там бабушку мою а мне сколько там с сестрой нам по четыре года исполнилось мы у гроба стоим рядом с ней а сейчас что-то творится детей прячут не берут на похороны не показывают всячески скрывают что конечно человек потом входит когда возраст такого понимающего да он сам начинает остерегаться прятаться от этого понимания о смерти он боится просто это потому что прививают с самого детства можно сказать страха божия о страхе божьем вообще понятия нет вот именно что есть господь и что слушать надо господа в первую очередь в этом мире кто об этом говорит что человек это не мясо а человек это душа и дух который внутри живут все главное это понимают да вот отвергаются не богу мы не верующие мы там атеисты а все же чувствуют вот эти энергии внутри себя переживание любовь все это что это относит это вот именно к каким-то гормональным связям да то есть химические процессы происходят в организме ну и все равно хотя душа слово на языке у всех не придают этому не то что не вкладывают в это смысл правильно там бывает душа болит или что такое проскакивает в разговорах как там не сморозит христианин находит общение любую тему к Христу подводит да подожди а давай посмотрим подумаем чего это у тебя такое происходит с тобой да давай-ка разберемся вот и можно сказать такой проповедь очень хороший человек через которую человек может и обратиться даже к Богу что это у тебя такое болит но ни нос у тебя ни ухо ни нога ни рука у тебя не болят а что это болит да я вот вот как раз меня это коснулось у меня все мои знакомые мы дело в том что жили в Юганске была вот одна такая компания и компания не знаю но подруги короче дружили все люди хорошие правда хорошие добрые умные хорошие люди но храм только вот куличи посвятить а я даже и не ходила меня спрашивают Наташ пойдешь там я говорю нет не пойду да ладно идите сами принесете мне яичко на этом уровне но сейчас последнее время они вот ведь от меня стали шарахаться хотя я не могу сказать что я там проповедую нет конечно но все перевожу вот любое оно же все переводится по жизни оно даже в мирской жизни оно само собой все равно все касается Бога все касается души веры вот хоть так хоть сяк и они прям ну вижу они прямо от меня шарахаются но мне их больше жалко чем я сожалею о том что ко мне как-то иначе на самом деле потому что я понимаю что что они спят а может и вообще я так проснулась да не спят это Бог называет мертвецами таких людей это мертвые люди понимаете есть две смерти есть смерть по плоти а есть смерть духовная то есть если они сейчас душой духом не живут они претерпят после суда и вторую смерть когда их душа будет брошь в озеро огненное вот и это не смерть которая допустим которой мы привыкли да вот умер он лежит в синей окоченевшей недвижимой а это духовная смерть когда человек будет мучиться от того познания что он потерял в этой жизни и что этого больше ему невозможно никак приобрести достичь у Данте в комедии его на вратах ада написано оставь надежду всяк сюда входящих входящих да мы же живем люди на этой земле да и все у нас какие-то до последнего у нас какие-то надежды даже самые как бы просто человек говорит да ты что что ты не видишь не видишь во что ты веришь это невозможно да нет я все равно верю а это же места в которых совсем нет вот этого никакой надежды сплошное отчаяние и все я не знаю я за всю жизнь слава Господу не испытывал вот этого чувства отчаяния но я видел людей которые отчаиваются это же он синий человек становится у него тусклые глаза глаза совершенно не горят ты сам вот как действительно как мертвец у меня такое было у меня было 23 года когда погиб мой муж мы только полтора года прожили ребенку было пять месяцев я у меня было не знаю как это объяснить когда мне пришли сказали он разбился в автомобильной катастрофе когда мне пришли сказали понимаете у меня было зримо зримое ощущение физическое ощущение что открылась бездна и я в нее лечу я это и сейчас помню я влетела в черноту в пустоту я не знаю вот вот и эта бездна открылась во мне я каким-то сторонним зрением смотрела и думала как это могло все во мне поместиться вот такой был такое было что ли не знаю горе отчаяние наверное но наверное бог вытащил меня оттуда я даже это и есть и господь открывает при жизни уже показывает допускает вот такое отчаяние чтобы человек хоть немного задумался что он будет вечности испытывать меня ведь господь я вам сейчас расскажу один случай еще я после школы когда-нибудь поступила в институт а это было советское время вы наверное еще были маленьким вы не помните но тогда было немыслимо состояние когда ты не работаешь или не учишься вот это было просто невозможно мы жили на Украине в Николаевской области и я сразу пошла естественно поработать пошла в райком комсомола попросила значит куда пошлют и 15 километров от Снегиревки это городок где я жила там было село село очень глухое забитое даже автобус не ходил там была одна машина она утром увозила рабочих значит в город или там на пицефабрику рядом и вечером привозила назад все и школа была в котором были сборные классы то есть в одном классе могли быть первоклассники там ну по два по три человека маленькая я там была пионерской вожатой и мне школа выделила квартиру я жила у дедушки с бабушкой но я почти каждый день ходила домой а это 15 километров до трассы 11 километров туда обратно и я была жутко стеснительная я в общем то и сейчас не особо такая наглая но тем не менее я была такая стеснительная что когда я выходила на остановку чтобы поймать машину автобусов то не было я стояла по часу и не могла руки поднять вот если остановится кто-нибудь там куда тебе ехать смотрит вот стоит такая дубина туда то и туда то давай до поворота подвезу и вот подбрасывали меня до поворота а дальше шла дорога 11 километров вдоль лесополосы а там в Николаевской Хельсунской области это же степь раньше голодная степь там насаживали такие широкие широченные лесополосы к тому времени это были уже такие хорошо разросшиеся и мне в селе говорили ты не ходи там там в общем убийства какие-то это в советское время эти слухи были просто невероятные это я особо и не поверила там говорят молодых женщин но я все отбросила и вот одна а самое главное у бабушки с дедушкой меня поселили в большой комнате в зале так сказать и там стояла этажерка и на этой этажерке стояли какие-то книги и я вот первую попавшуюся книжку взяла такую крошечную такая маленькая ну буквально вот карманная это оказалось евангелие причем вот на старорусском таком языке я ух ты такой был интерес какой-то веселый я стала эту книжку листать ничего не понимаю пытаюсь читать она не читается и набрела на обведенное карандашом место и значит там в начале естественно прочитала как-то поняла что ученики спросили как молиться иисус говорит отче наш это было отче наш я человек который хорошо учился в школе наизусть я могла на переменке выучить стихотворение в два листа и рассказать на пятерку у меня хорошая была память я решила так сама перед собой на выхвалку вроде бы но на самом деле сейчас я понимаю что было не так это был промысел божий вот а дай-ка я его выучу я его учила эту крошечные четыре строки я учила их неделю я не могла я я сама себя да как так да набор букв каких-то да что я не выучу в конце концов я это выучила ну и такая довольная что я это выучила поставила книжку обратно и время от времени по ходу того что вот шло шло это время когда работала там в школе я так иногда проверяла себя прочитала ее в уме и вот однажды это было летом наверное может в начале августа в школе в это время уже начинается работа и была уборка и я шла от трассы наверное отошла уже километров может пять а до села еще далеко и я вот иду и смотрю а еще я вообще вот в молодости во всяком случае да и сейчас наверное отличалась каким-то патологическим отсутствием страха вообще ничего не боялась вот при том что я была жутко стеснительная у меня вот не было вот этого страха я еще раз опять опять сейчас уже думаешь была какая-то может защита чувство какой-то защищенности какой-то особо я ничего не боялась я не боялась я не боялась темноты я не боялась ходить ночью меня вечно брали если надо пойти извиняюсь туалет там на улице меня брали проведи и тут я иду и вдруг я смотрю комбайн и возле комбайна какой-то копается мужчина что-то там чинит и наверное оставалось может с полкилометра метров пятьсот и вдруг я поняла что такое страх на меня накатил страх настоящий понимаете я вдруг почувствовала не знаю поняла не почувствовала я то ли узнала то ли почувствовала что я сейчас умру представляете какое ощущение это трудно даже сейчас объяснить я поняла что я сейчас умру и по мере того но остановиться я не могла я иду и этот мужчина смотрит что я иду и он выходит на дорогу так становится уже я вижу что он молодой комбинезоне высокий и у него в руках такой огромный ключ такой гаечный двухсторонний или может разводной и я иду и я начала читать молитву так закончила начала закончила начала иду и тихо в убню эту молитву одну за одной и уже я уже иду и я ко всему приготовилась с этой молитвой я не знаю сколько раз я ее прочитала осталось до него метров наверное пятьдесят может меньше я не слышала ничего я ничего не слышала вдруг рядом со мной останавливается машина зим тридцать новый такой блестящий они голубые такие были кабины у них открывается дверь и мужик там старый может лет пятьдесят седой такой красивый я сейчас лицо его до сих пор помню говорит дочка заскакивай я заскакиваю в эту машину и мы едем мимо этого комбайна я никогда не забуду лицо этого мужика который стоял на дороге у него было на лице написано что какое-то невероятное удивление или поражен был у него открыт был рот может он не ожидал что вот я спасусь я не знаю что это было но самое главное да мужик подвез меня до села я вышла и пошла в школу и я забыла молитву я забыла эту историю я пришла в школу мне дури даже не встукнуло в голову что это что-то особенное я там кому-то рассказала вы представляете такой случай сегодня был а в село машины не ездили это вот была уборка я не знаю не знаю что это это было чудо сейчас я понимаю это было настоящее чудо спасение ну то возможно даже что и ангел был может быть потому что он был такой красивый седой таких красивых людей не бывает я больше не видела никогда он такой был упитанный такой веселый какой-то не знаю ничего не сказал вот схватил меня и спас и после этого я забыла молитву уже в 80-х годах уже когда погиб муж когда вот хлынуло вот эти вот все 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 вот эти всякие теории об абсолюте о космосе и религиозные конечно к нам хлынули баптисты в город все это я тогда мне в руки попала баптистская библия я там увидела баптистских библии не бывает это не баптист там было написано какое-то общество баптистов каких-то на начальных страничках да правильно и я когда стала ее читать ну так я не могу сказать что я ее читала я опять открыла и увидела отче наш и я вспомнила и больше у меня не было проблем я вспомнила в одно мгновение у меня все сложилось в голове уже больше никогда не забывала но верующей конечно же не стала это было давно мне было может лет не знаю двадцать восемь тридцать ну и так дальше и в моей жизни было и в детстве и в моей жизни много было таких вот не то что много нет не много но я их все забывала я вспомнила все это сейчас когда со мной ведь предпосылок не было никаких знаете люди заболевают с людьми случается в семье что-то страшное у меня ничего не было у меня наступил день и я вдруг начала видеть на улице мерзость по телевизору я начала вдруг понимать но это когда вот когда это случилось впервые это весной вот так вот вот этого года 18 да и потом все пошло 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 я стала разговаривать по другому и с подругами я сама себе удивлялась ну и потом я говорила когда уже мы были на даче летом вот наступили вот эти вот рыдания это было такое я вспоминала передо мной все вся моя жизнь вставала передо мной я так рыдала я не понимала почему я так жила как как так можно было поступать вообще Христос говорит никто не может прийти ко мне если то не будет дано от отца моего то есть это и есть призыв Господа то есть сам Господь вас призвал благодать призывающий вас призывает сам Бог понимаете это не пустые слова которые вот я своим языком там говорю это призывает сам Бог Вселенной который сотворил все видимое и невидимое представляете вас коснулся Бог и Он хочет вам спасения Он именно люди не понимают люди ищут как откуда с чего начать но не имеют вот этого прикосновения от Господа это сам Господь вас берет за ручку и ведет ну это уже получается и раньше протягивал мне руку но я ее не видела а сейчас я ни за что это ну мне кажется я буду стараться и не подвету постараюсь я не уверена конечно на сто процентов но я все что смогу я теперь знаю у меня больше нет слова хочу понимаете у меня есть только слово могу должна могу не могу нет слово исчезло слово хочу моя жизнь исчезла я вот смотрю на эту квартиру думаю Господи сколько же я денег потратила зачем мне это все я всего мне это ничего не нужно это все пусто здесь вообще пусто в этой квартире ничего нет кроме кроме Библии понимаете когда Господь решал идти на спасение людей то есть он не говорил себе там я не могу я постараюсь он знал что он пойдет и сделает что он претерпит вот такие скорби мучения он знал об этом и христианин должен знать если меня призывает Господь я должен исполнить все что он мне говорит я должен я не могу быть теплокладным я буду делать все что мне говорит Бог вот именно другого варианта нет вот это это то что я чувствую ваши слова это то что я чувствую в полной мере я знаю что я уже не отступлю конечно ну опять таки какая-то даже неуверенности в общем нет есть уверенность у меня один был вопрос про церковь почему я не иду в церковь так много времени с весны прошло и я как-то думаю может быть я какая-то рохляя может что-то что-то со мной не так почему я туда не иду чего-то мне не хватало надо сложно очень потому что мне много общения вот с людьми и все-таки большая часть обжигаются приходят и больше туда никогда не возвращаются потому что вот это они встречаются вот с этим неверием и делопоклонством и все и люди просто ну такие можно сказать здравомыслящие они не видят там бога в этих стенах вот идут служения поэтому оно вот это все и происходит люди большая часть идут к сектантам к баптистам к пятидесятникам да и сейчас уже даже не к баптистам к пятидесятникам идут вот мы в основном молодежь харизматы сейчас есть новое движение я слышала но если христианин он отвергается дьяволу и отвергается всех дел его то есть мир отвергается то там идет такое вроде бы как они и отвергаются миру но идет все равно привязка тонкая такая к миру все равно и к деньгам привязка и к стяжанию то есть отвержение аскетизма полное понимаете а без аскетизма нам не спасти душу свою аскетизма она это и есть можно сказать школа воспитания нашей души нашу душу можно воспитать только душа то привязана видите к плоти а плоти любит то чего не любит душа она же плоти нас да постоянно склоняет к этому своими тем более если мы большую часть жизни прожили вот угождая ей плоти да то вот здесь очень аккуратно надо быть именно аскеза она позволяет воспитывать душу вот посредством украшения плоти апостол Павел говорит смиряю и порабощаю плоти то есть она как рабыня у него вот так и воспитывает тем самым свою душу ну да ну тут и тут мне тоже повезло я считаю как бы я выросла в таких скромных условиях у нас семья не такая обычная была советская семья нормальная и и в общем то никогда не не была не привержится никогда не не хотелось мне этих денег ничего вот как то ну хорошая работа попалась хорошая зарплата ага ну можно купить это это ну как как будто бы по какой-то колее дурацкой накатанной какой-то непонятно кем колее и смотря на своих подруг я думала что ну кто-то там гонялся за одеждой там особенно я даже никогда украшения ведь не носила они мне не нужны мне спрашивают Наталья Григорьевна а почему это вы не носите все в кольцах я работала бухгалтером очень большой такой одной из самых больших в России компаний нефтяных и надо признать что люди ходили естественно наряженные в кольцах в этих меня спрашивают почему я говорю да мне это не надо мне это вообще не интересно это правда мне повезло в этом смысле но почему я так поздно проснулась я вообще не понимаю ну да видимо так было меня об этом даже об этом даже переживать не стоит возраст здесь не имеет значения никакого это есть призвание от господа то есть видимо это и были планы не то что вас господь призывал он вас не призывал тогда вы тогда не были еще готовы там господь просто хранил вас понимаете шло а это именно то время которое вы уже готовы принять тогда вы не были готовы можно сказать принять господа и каждому свое время дается да наверное вы благодарите не спрашивайте и себя не укоряйте в том что поздно там было только благодарение и все господи благодарю тебе что ты нашел меня все больше не незачем вот эти вот рассуждения это от лукавого идут вот когда человек поздно там начинает стенать это опять же хула на Духа Святого может быть я об этом не подумала может быть так наверное есть я не подумала даже об этом я себя Дух Святой Дух Святой знает когда ему прийти с мировой с в общем я вы сейчас очень не очень часто да получается записываете видео как то меньше я вижу или может я не нашла на канале последних каких то но я смотрю Я не часто. Да и не все выкладываю. Выкладываю только то, что полезно будет для спасения. А так, если человек звонит с какими-то семейными проблемами, ну, женщины в основном с этими, конечно, это выкладывать женщины, ну, всеми, понимаете, что сейчас больше 90% разводов, и у всех вот эта вот беда, она идет. Да. Блуд покарал, весь мир одолел. То есть, людей всех на колени поставил, и мужчин, и женщин. Это сатана вот этим глудом он сплел весь мир в одну паутину такую, как паук запутал все. То есть, все друг с другом, понимаете. Это вот будет суд. Каждый мирской человек, он предстанет, вот женщина в большинстве, женщина коснется, которая вот сегодня входит в распутных одеждах там, да. И вот каждый человек, который смотрел на нее с вожделением, будет засчитан ей, как муж ее, представляете. Вот она на суде будет стоять, и вокруг нее будут тысячи, и это будет называться мужья ее. Она при любодействии будет называться. Да. Вот то, что у вас вот этого влечения не было, это тоже, Господа, благодарите, это было от Бога. Я имею в виду к украшениям, ко всему, к одеждам, вот к этому. Нет, не было. И в последнее время я, ну, так-то, в общем-то, не красавица, и, в общем, на работу, когда идешь, что-то, я, конечно, не красилась так, как многие, ну, там где-то что-то, где-то там реснички, может, губы. И в последнее время, это уже вот сейчас, у меня вот так вот рука останавливается, думаю, ну, чего ты хочешь, чтобы кто-то позавидовал? Это значит ввергнуть человека в грех, в зависть. Это получается, я самая тут иду красивая, идет женщина, может, не очень красивая, и позавидовала мне. Это получается, я ее своим видом, ладно, ладно бы это было от Бога красота, а то нарисованная. И вот мне, когда это пришло в голову, не совсем так вот давно, я все, я поняла, не надо. Да, конечно, это пришло, понимаете, это пришло, этому явлению, всего лет 50 начали, как в 70-е годы, как раз в 60-е и 70-е начали вот это делать все. В 60-е и 70-е годы начали женщины снимать платки. До этого, вспомните, в детстве в своем все женщины в платках ходили. Совершенно верно. Все молодые в косынках были, все девчонки в косынках были, все покрытые. Поэтому надо, как говорится, не от мира этого учиться, а искать путь древний, да, по которому предки наши шли, и туда вставать, и по нему идти потихонечку. Потому что там спасение. Вы не хотите, чтобы я ролик выкладывал этом, да? Да, не знаю, да, что в нем интересно, мне кажется. Не знаю. У вас есть там свидетельства такие очень, вот, о мужчине там на зиле очень интересные. Как хотите, можете выложить. Честно говоря, мне, ну, если кому-то, может. Если хотите, я могу лицо ваше накрасить. Да, у меня, вы знаете, я тут живу, наверное, как в пустыне, потому что никого... Да вот, вот опять, видите, вот опять вот это, христианин, приучитесь себе, потому что я уже не я, понимаете, а ну, Господь внутри меня. Мы открыты перед миром. Все, что было сокрыто в этом мире, да, откроется во свете. На суде все откроется. Поэтому нам сегодня не надо ничего прядать, чтобы нам там было, там было нам легко. Я поэтому и говорю, что мы не то чтобы безразличны, я... Хотите, если хотите, поболее можете выставить. Опять-таки смотреть-то некому больше. Все остальные пока что, я надеюсь, что, может быть, мне удастся все-таки кого-то переубедить сестру. Она у меня замечательна. Вообще, я ей в подметки не кажу. Ну ладно, Наталья. Хорошо. Познакомились. Я очень рада. Пишите, если что будет. Хорошо. Хорошо. Хорошо.